Добрый день, дорогие пятиклассники! Сегодняшний урок развития личности проводит учитель Быкова Людмила Федоровна. Тема урока будет чуть позже, а хотелось бы мне начать этот урок с персидской притчи. Три бабочки, подлетев к горячей свече, принялись рассуждать о природе огня. Одна, подлетев к пламени, вернулась и сказала «огонь светит». Другая подлетела поближе и опалила крыло. Прилетев обратно, она сказала «он сжется». Третья, подлетев совсем близко, исчезла в огне и не вернулась. Она узнала то, что хотела узнать, но уже не смогла поведать об этом оставшемся. Итак, мы сегодня будем говорить об огне. В давние времена древние люди боготворили огонь. Мужчины уходили на охоту, а женщины оберегали горящий очаг, чтобы огонь не погас, потому что огонь обогревал жилища. От него исходило тепло, на огне готовили пищу. И в наше время люди с почтением относятся к огню. Но когда огонь выходит из-под контроля человека, то случается настоящая беда. И сегодня мы будем с говорить о действиях в случаях пожара и как эвакуироваться из школы и дома во время пожара. Что же такое пожар? Пожар – это стихийное распространение огня, вышедшее из-под контроля человека. Давайте разберемся, что же может послужить причиной пожара в школе. На уроке или на переменной. Без разрешения учителя включил в кабинете электрические приборы. Результат – пожар. Также причиной пожара может быть следующее действие. Нагрел незнакомые приборы, упаковки для порошков и красок, а особенно аэрозольные упаковки – металлические баллончики. Также опыты проводил не только в кабинете физики и химии. Но если в школе возник пожар, как вести себя, какие нужно предпринять действия? В каждой школе есть план эвакуации в случае пожара. На нем указаны классы и другие помещения, а также пути эвакуации из них. Если ты почувствовал запах дыма или увидел языки пламени, твои действия – сообщи о пожаре учителю или любому взрослому человеку. Выполняй указания учителя и оказывай помощь при эвакуации. При получении сигнала оповещения при пожаре нужно организованно выйти из школы, взяв необходимые вещи и одежду. Также ни в коем случае нельзя допускать панику и столпотворение на лестничных пролетах. Если сильное задымление, необходимо закрыть дыхательные пути, рот и нос плотно свернутыми предметами одежды – шарфом, шапкой, пиджаком и, пригнувшись, бежать к выходу. Нужно выйти из школы по безопасным путям, указанным администрациям школы. При невозможности забрать верхнюю одежду из гардероба оставь ее, покинь школу без верхней одежды. Пожар может застать тебя дома. Как же себя вести в такой ситуации? И что может быть причиной пожара дома? Это нарушение пользования электробытовыми приборами, игра с огнем, неосторожное обращение с пиротехническими изделиями, хлопушками, бенгальскими огнями, петардами и фейерверками. Помни, не играй, дружок, со спичкой, помни, ты она сильна, и от спички невелички может дом сгореть дотла. Спички детям не игрушка. Итак, каковы же причины пожара дома? Это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пользования легко воспламеняющимися жидкостями, проведение опытов с неизвестными химическими веществами и аэрозольными баллончиками. Что же делать, если в доме возник пожар? Немедленно вызывай пожарных, позвонив по телефону 112. Сообщи причину вызова. Загорелся балкон, телевизор или что-то вспыхнуло на кухне. Назови свой адрес, фамилию и номер телефона, по которому ты обращаешься в службу спасения. Не дожидаясь пожарных, попытайся потушить возгорание подручными средствами, если очаг возгорания небольшой. Если можно, тушить огонь водой или плотной мокрой тканью. Ни в коем случае не открывай окна и двери, чтобы не усилить приток воздуха к очагу пожара. В задымленном помещении необходимо передвигаться на четвереньках, внизу меньше дыма и нужно дышать через влажную ткань, полотенце, мокрое одеяло, пальто. Если ликвидировать очаг возгорания своими силами невозможно, необходимо немедленно покинуть квартиру, закрыв за собой дверь. Но если ты не можешь покинуть квартиру, огонь отрезал пути отступления, используй балконную пожарную лестницу, а если ее нет, необходимо выйти на балкон, плотно закрыть за собой двери и громко кричать на помощь. Знай, эвакуируясь из дома, при пожаре ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом, он может отключиться во время пожара. Но помимо огня, у пожара есть еще поражающие факторы, то есть опасные спутники, которые тоже могут принести вред здоровью. Это ядовитый дым, угарный газ, высокая температура, разлетающиеся искры, горящие предметы, плохая видимость, задымленность, обрушение здания, падающие части сооружений. Но самое страшное – это паника и растерянность. Ни в коем случае при пожаре не поддавайся панике. Итак, о чем же мы сегодня говорили? Давайте мы попробуем напомнить себе и снова нам на помощь приходят загадки. Отгадай загадку. Он красив и ярко красен, но он жгуч, горяч, опасен. Конечно же, это огонь. Еще одна загадка. С огнем бороться мы должны, мы очень людям всем нужны, с водой мы напарники, так тоже мы пожарные. Итак, мы сегодня поговорили о том, как вести себя в случае пожара, как не допустить пожар. Большое спасибо за урок. До свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok